Попытка сделать очень типичную петербургскую историю. Я урезала дом, убрала у него балконы, девочки рыдали. Как хороший муж я пришел. Муж перед печатью добавил гаражей. Мужская задача, она же такая, несложная. Производство, это мы вот вдвоем. Хожу и думаю, что чего-то не хватает. Я там насматривала атмосферу. Непарадный Петербург, большая любовь, нужные истории. Чувствую очень большим стимулом. Диорама Мариинского театра. Фотографируем, собираем, клеим, расчерчиваем. А потом уже начинаем отрисовывать. Будет вот такая, ну вот как здание, да, то есть тут просто, вот сейчас еще передней детали нету, которая, на самом деле, ну вот она здесь, она бы еще вот так закрывала. И мы вот как бы открываем и видим то, что внутри в разрезе интерьеры. То есть была вот такая задача. Здесь сейчас подставлены интерьеры Венского театра. Это не имеет отношения к Маринке. Ну вот, в общем, мы так идем, идем и доходим вот там до, не знаю, Головинского занавеса, да, и там живописного зала сверху. По образованию я книжный график. Работа меня полностью удовлетворила. Но я понимаю, что даже при всех позитивных, да, каких только можно слагаемых, работать с чужим текстом, с чужой мыслью и воплощать как бы чужую историю, мне не очень интересно. Это, наверное, ощущение своей вторичности в процессе. Иду за автором, я иду за там, за пожеланиями издательства. Ну, то есть много вещей, которые наслаиваются, и я не могу туда как бы внести много себя, и я хочу что-то говорить сама. Это первый набор, дом, с которого я начала вообще все это отстраивать. Это вот он, главный герой. Мне он был интересен тем, что он совершенно собран из каких-то разных кусков, такой Франкенштейн. Здесь разная высота окон, какие-то другие карнизы. Захотелось сделать Петербург, который там, и я люблю вот этот непарадный, обшарпанный, с ЖКХ-шными закрасами. И, конечно, там с точки зрения жителя у меня бывают вопросы к этому, да, особенно когда это было там у нас в парадной вместе с плесенью. Но с точки зрения художника я прям бесконечно любуюсь. Мне кажется, это такая глубина и живопись, да, вот эти наслоения красок, потрескавшиеся там, и облезлые штукатурки. У меня, наверное, нет никакой задачи там социальной миссии, да, сказать, посмотрите там с городом, что творится. Я не имею эту в виду, когда я делаю там свои пейзажи. Субтитры создавал DimaTorzok Диорама – это такой способ развлечения, как бы такой 3D из прошлого. Они появились еще пока печать и не была такой дешевой, да, это там 17 век, Германия. Они могли быть как книги-туннели, туда можно было смотреть внутрь, они раскладывались гармошкой. Это могли быть такие, как балаганные развлечения, да, эти коробки, там какой-нибудь ярмарочный зал. Я выбрала там самый простой в исполнении, просто на подставочку. Как к хорошему же я пришел. Я ее всячески поддерживаю в принципе и в том числе с технической частью тоже, да, как-то так получилось, что родились эти домики и все мои проекты ушли на второй план. Ну, на мне векторы, на мне малярка, на мне лазер, упаковка, все производство на мне. Наташа больше по эстетике какой-то, там, фактурки, цвета, какие-то там касания материалов, а я больше вот композиционно. Плановости домов или какие-то вот большие маленькие объекты. Ну, какой-то юмор внести, каких-то котиков ставить. Попытка сделать очень типичную петербургскую историю, только про интерьеры. И такую немножко вневременную. Эти люди здесь, они Новый год отмечают. А здесь их обычное утро с бутербродами. То есть я на каждый набор, получается, выбираю вот эту там условную доминанту. И вокруг нее потом выстраиваю остальной сюжет. И я понимаю, что здесь нужен там, ну, то есть есть там средний предмет, который главный, да, есть какие-то фоновые предметы. И должны быть условно там детали. Я и сама жила в коммуналке год, ну, четвертой советской. И у меня многие знакомые, какой-то период жизни, да, он, наверное, у большинства моих знакомых проходил в коммуналке. Я шла от ощущения личного от этих квартир. Если вот взять, например, там, на холодильнике, эта хлебница, это именно та хлебница, которая все мое детство стояла у нас на кухне. И это именно тот сифон вот этого цвета бирюзового, который стоял, и никто никогда не пользовался где-то, значит, там, на кухонном гарнитуре сверху. Вот, это те кресла, которые были у моей бабушки. Какие-то очень типичные детали, которые я считаю, да, вот, ну, каким-то там, не знаю, отражением, да, там, вот эти вот эти часы, эти супницы, которые там никто никогда не использовал, там, сервиз Мадонна, который либо тоже стоит пылиться, либо его там раз в год по праздникам вытаскивают из серванта. На самом деле, не так, чтобы очень много времени занимает, если уже там собирается история арка, там, киоск или что-то еще, да, и я понимаю плюс-минус, что это должно быть, и я могу ходить это и искать вокруг. Очень интересная история, вот, с подбором деталей для третьего набора с трамваем. Когда я выбрала вот этот дом дворжика, дом с сеткой, это угол крюкового канала и фонтанки, вот, киоск, это была единственная деталь, которую я нашла через интернет. Их очень мало осталось. Их было очень много еще не так давно, 10 лет назад, да, они встречались же по городу очень часто. Я выбирала их, там, начиная от, там, 90-х, да, эти, там, Pepsi. Из 10 киосков я остановилась вот на этом ремонте обуви. Когда уже этот набор вышел в тираж, и я его показала, мне написал кто-то из, там, подписчиков. А этот киоск случайно не на Маяковску? Я говорю, не знаю, я посмотрю на гугл-картах. Я посмотрела, да, я пишу, это он. Человек мне отвечает, это очень прикольно, я о нем снимала фильм. Это оказался какой-то совершенно просто вот потрясающий черно-белый документальный фильм, который участвовал во множестве фестивалей. А там был такой вот типаж такой, да, кавказский, который вот там, значит, что-то ремонтировал. И там на самом деле такой азербайджанец. Вот он сидит и слушает, как скоро все эти киоски, значит, сносят. И он говорит, то есть он не жалуется, он просто такой вот растерянный, говорит, наверное, его на свалку увезут, наверное. А что делать? Я говорю, не знаю, пойду вон там у друзей. Если бы я придумывала, вот как, что это за история, как должен выглядеть человек, я бы лучше не смогла. То есть я бы придумала так, но я бы никогда не смогла это так здорово и красиво показать. В общем, меня до слез тронуло это документальное кино. Ну, мне казалось очень, да, это близко, интересно. И, в общем, я очень рада, что это такое совпадение. Мы пробовали покупать эти листы крашеные. Ну, есть заводская краска, она ровненькая, тоненькая, не сильно дорогая. Но там слой краски настолько... Вот здесь нету белой каймы, ну, то есть вот деталь и деталь. А там прям видна толщина краски. Вот лазер его прожигает, и вокруг всех деталей такой белый контур. Поэтому стали покупать просто материал и сами его красить. Я во время декрета перестала заниматься, там, условно, той работой, которая у меня там была для денег, как у художника. Совершенно внезапно, без всякой для себя там цели. Начала вести сообщество ВКонтакте, оно называлось «Старинные игрушки». И можно брать и изучать историю человечества по игрушкам, да. Это какие-то детские гильотины во времена французской революции, как игрушки. Это куклы в гробиках во времена викторианские, да, когда там смерть возводилась в культ. В общем, это очень много всего оказалось интересного. Это какой-то был дивный новый мир. И то, как это эстетически выглядит, да, это было мне прям вот как-то, я не знаю, близко. Я этим горела, но я ничего не знала, что с этим можно сделать в плане какого-то прикладного. Вот, но да, как я художник, да, это может копиться там до какого-то уровня, а потом все равно мне нужен выход был этому. И первое, что я в этом направлении решила сделать, ну, просто потому что я уже не могла ничего делать, я не просчитывала никакую там коммерческую историю, просто что-то хотелось. Я сделала четыре вида анималистических детских вешалок для мальчиков, для девочек, зайчики, котики. И примеры у меня были из 1920-х годов. Это были взрослые вешалки, там были такие ардекошные, такие там девицы, вот. Ну, я как-то перенесла это на, не знаю, куда мне захотелось, да, и сделала из них такие там веселых зверушек там в красивых шляпках. В скандинавских интерьерах очень, ну, встречающийся прием, когда над детской кроваткой или как-то там, как элемент оформления детской комнаты, такие костюмчики красивенькие вешаются просто, да, вот вместо картинки. Такая объемная декорация. Следующие были дергунчики, хампельманы по-немецки. Тему я выбрала уже немного там другую, это был такой цирк фриков, да, там, начало 20-го века. Да, вот такая чуменка. Это самая большая фигура, да, остального, ну, то есть только силач еще ей там соответствовал по высоте, но он, конечно, стройен и атлетически сложен. Вот, а остальные там, да, такие две комичные фигуры еще клоунов были маленькие. Да, вот татуированных с ног до головы женщин тоже так за денежку показывали. Я поняла, что я очень хорошо себя чувствую, да, в такой реализации, то есть мне это очень интересно, и у меня был там, не знаю, какое-то там желание попробовать все, что можно в этой плоской, да, плоской там игрушечной истории. Останавливаться вообще никакого уже желания не было, то есть дальше на очереди были диорамы. По поводу погоды здесь еще была такая идея сделать это Питером, который мог бы в любую, в любое время года быть, да. То есть если это, там, не знаю, если эти деревья сухие, то это вполне может быть лето. У этого набора, да, у второго вышла апгрейд зимней истории с отдельным сугробом, с машинами, которые стоят всю зиму, может быть. Тот способ производства, который мы вначале пробовали для дергунчиков вешалок, он оказался очень трудоемким, сложным. Мы долго там перебирали всякие фанерки, там, ну, кучу всяких штук, и мы даже, как бы, с этой трудоемкостью не могли никак добиться того, чтобы это можно было нормально в тираже воспроизводить. Там важно из-за того, что у нас в пазике, чтобы была, ну, более-менее стабильная толщина материала, потому что там доля миллиметра, он уже там домик или не залазит, или выпадает. И борьба с материалом продолжалась, наверное, месяца полтора. Ну, это называется материал HDF, типа МДФ, только он высокой плотности. Я очень хорошо помню этот момент, когда муж договорился, где это сделать, куда приехать, там, отдать, значит, файл на печать. Потом он грунтуется специальным грунтом двухкомпонентным. Я сказала, что если, я не верю в успех, все будет плохо, и если это не выгорит, я больше ничего не буду пробовать. Или трех даже, в малярке. И поверх этой штуки печатает УЭФ-станок. Вот, ну, такая типичная какая-то история, да, получается. Ну, вот я прям в ней и оказала. А потом все это вырезается лазером. Если вот здесь маленькие персонажи, то, в принципе, у них можно, там, найти прототипы. Поза одна, там, одежда другая. Вот, а если вот брать уже, там, более каких-то проработанных персонажей, знаю, какой мне нужен образ, и я уже под него подбираю, там, не знаю, типичную одежду, да, там, вот этот, не знаю, условный свитер, там, вот мастерки, которые всем знакомы. То есть я с ними веду себя очень вольно. Я урезала дом, убрала у него балконы. Я сижу и в фотошопе там подставляю, меняю, перекрашиваю, убираю окна. Это очень удобно как раз в непарадных видах, да, потому что если мы берем пейзажи, в которых знакомы всем здания, там мне сразу могут сказать, нет, здесь рядом другой дом, здесь, там, не знаю, нет этого гаража, не стоит дерево. Вот, ну, у меня и желание было сделать не какой-то конкретный пейзаж, а такую собирательную историю просто, которая вот близкая будет любому для любой части старого города. Отправляют в подарки или покупают те, кто живут где-то в эмиграции. Покупают даже те, кто раньше жил, допустим, где-то в коммуналке в центре, очень любят центр, но сейчас живет где-нибудь там в Мурино или на Парнасе. Кто-то покупал, а потом говорил, мы вас там завтра спросим, что это за дом, вы же нам скажете, потому что у нас сегодня, значит, мы все ходим по гугл-картам и пытаемся найти этот дом. Те, кто первые пейзажи покупали, многие узнавали эти свои места и говорили, что это точно Лиговский, это же гараж моего дедушки. Получилось, что это вот не такой просто предмет и сувенир, да, это такая часть ностальгии, которую можно материализовать. То, что это оказалось нужно и востребовано, это было для меня большим удивлением, восторгом, стимулом к тому, чтобы делать это дальше. Идеи в голове просто миллион, то есть есть там, не знаю, какие-нибудь богородские игрушки, да, на планках, там, мужик и медведь. Если их делать так же плоско, а там конструкция абсолютно позволяет, ну, только, конечно, нужно, кроме меня, кого-то подключить, кто это больше понимает, но мы же разобрались там, не знаю, с дергунчиками, допустим. Вот, это могут быть там два, не знаю, мужика, чокающихся пивом, да, допустим. Ну, то есть взять и вот с этими рисунками, да, и с этой вот эстетикой, и как можно больше охватить вот этих вот еще и механических игрушек. Я к этому стремлюсь и, надеюсь, когда-нибудь приду. Для меня баланс важно соблюдать. Если эта деятельность полностью уходит в коммерческую, это все-таки какое-то опустошение. Есть необходимость набираться, ну, вот, энергии от того, что ты делаешь. И иногда можно ради каких-то там вещей этим поступаться, но тут же нужно это как-то в себе восполнять. Я не знаю, как в дальнейшем. Пока мне еще не приходилось балансировать на этой грани. Пока я делала только то, что мне интересно, ну, я нащупала какую-то такую для себя тему, да, в которой я все равно бы параллельно там каким-то другим в жизни, не знаю, вещам и заработкам возвращалась бы всегда. Потому что, ну, вот так это бесконечно интересно. Танец. 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 Продолжение следует...